Сегодня я хочу поделиться коротким словом, коротко поделиться. И мне вспоминается пример, я читал одну такую историю про одного человека, который получил такую высокую правительственную награду на войне. Он перетащил огромное количество раненых солдат. И когда шли бои, значит, под обстрелом, под огнем противника, он таскал и таскал, рискуя своей жизнью, солдат. Он перенес очень много солдат из поля боя с огневой линией на уже безопасное место. И когда он уже сделал свою работу, и люди увидели, в каком он был состоянии, они увидели, что он был сам изранен, но почти не меньше, чем эти солдаты. То есть был очень сильно тяжело ранен сам, прострелен во многих местах. Но он был тоже, ну, не просто на адреналине, а настолько мотивирован просто делать вот эту работу. Он получил очень высокую правительственную награду, выжил, это такой документальный случай. Для меня это такая запала в сердце, что это такой сильный пример, как можно служить Господу в страданиях, самому иметь проблемы. И вы знаете, ну, наверное, я не знаю, вы встречали людей или нет, такого мужественного духа, когда сам человек очень сильно страдает, но он помогает страдающим. Вот мне вот такие люди очень сильно вдохновляют. Ну, я даже знаю некоторых людей в нашей церкви, в нашем братстве, которые сами имеют серьезные проблемы. Ну, например, в семье, да, или со здоровьем. Вот, у меня прямо сейчас их лица проходят передо мной. Я встречал христиан, которые имеют проблемы в разы меньше, чем у них. И их вышибало просто, выбивало из колеи, они садились, ныли там, плакали, все. И они были не способны трудиться. И есть такая, ну, как бы, стереотип такой неправильный, когда христиане думают, что если мы к Богу пришли, у нас должно быть все в порядке, все хорошо, и тогда мы можем служить. Но когда приходит какая-то проблема, давление или утрата, или же, может быть, какая-то атака или болезнь, или внезапный какой-то несчастный случай, то мы, как бы, должны сначала восстановиться, а потом служить. Может быть, частично где-то это и так, и правда, может быть, когда дух пораженный. Но я встречаю людей, которые меня вдохновляют именно примером своим. Это те люди, которые трудятся и служат сами, будучи страдающими. Вот это меня сильно впечатляет. И это для меня вот примеры героизма. И вот этот солдат раненый, который перетаскивает раненых солдат, для меня огромный пример. Потому что я встречал тоже христиан, которые залечивали раны годы. Они ждали, когда им стало легче. И они таки не дождались. Их просто, ну, они потеряли свое призвание, они сошли с дистанции, потому что все ждали, 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 когда им полегчает, когда они исцелятся, когда у них восстановится что-то в личной жизни и так далее. И таки не дождались. Но меня вдохновляют братья и сестры, которые... Вот они у нас в церкви, их много. Может быть, не так много, как хотелось бы, но они есть. Я прямо вижу их, не буду называть имена. Вот, когда умирает твой ребенок, вот, да, ну, любимый, да, и взрослый уже от рака, когда умирает потом на следующий год муж, вот, любимый, да, а человек, вот, как служил, даже не дрогнул, так и служит. Даже и отпуск не взял. Как служил, так и служит. Вот это для меня, вот это вот круто, братья и сестры. Понимаете, когда у брата развалился брак, да, и когда жена изменилась другим человеком, она просто ушла, она бросила, он не виновен был в этом ни в чем. Она просто его предала. И пошла к другому мужчине, там, и уехала за границу. Там что-то подженилась, ну, в смысле, замуж вышла, и там, и там, и там, и в той стране, и в этой. И понесло просто все это. А человек, как служил Господу, так и служит. И по нему не скажешь вообще, он просто умирает. И идет снова служить людям, молиться за людей, вот, трудиться для Господа. Стоять за кафедрой проповедовать, как ни в чем не бывало. Понимаете, проходят годы, а он продолжает быть в служении. Вот это меня вдохновляет. Вот это подвиги веры. И вот этот раненый солдат, который продолжает таскать раненых, стоит перед моими глазами. Вот. И апостол Павел написал такие слова, что «неполезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». У каждого из нас есть какая-то сфера в жизни, в которой мы сражаемся. Ну, это вот, мне кажется, что у любого нормального человека есть область сражения, в которой он сражается. Будь то здоровье, может быть, будь то финансы, может быть, будущий брак или нынешний брак, может быть, дети, там, и так далее. То есть есть какие-то вещи, которые нас волнуют, и, может быть, не все в порядке в этих областях. И Господь не обещал нам, что Он просто сделает нас вот вот в этом смысле вообще вот как бы неприкосновенными, неприкасаемыми. Потому что Он сам был мужем скорбей, изведавшим болезни. Муж скорбей – это, значит, человек страданий. Ну, такими словами, так вот, если говорить человеческим языком, не синодальным. Муж скорбей – это человек. Скорбей – это страданий. Вот он человек страданий. То есть он практически царь страданий. То есть он вкусил такие страдания, которые другим не снились даже. И он служил в этих страданиях. Понимаете? Его отвергли, а он взял на кресте наше отвержение. Его презирали, а он взял наше презрение и дал нам принятие. И на кресте он поменялся с нами местами. И вот это есть суть Евангелия. Я понимаю, что люди бывают слабые, но надо снисходить к людям. Надо все равно расти в благости. В доброте – это плод духа, благость. В переводе – это доброта. С большой буквы. Ну, самое высшее такое проявление доброты. Когда человек добрый. И в этой благости надо расти. И все равно ты встречаешь людей, которые… Ну, у них как болевой порог такой есть, знаете. Ну, такое понятие – болевой порог. Если он низкий, то человек сразу же как бы, ну, все, сваливается, потому что он не может терпеть боль. Высокий болевой порог он как бы может терпеть. Но на самом деле, может быть, и нет никакого болевого порога. Есть просто терпение. Может быть, не с этой стороны надо посмотреть. Потому что на болевой порог можно все списать. Как на сатану. И говорят, у меня просто… Брат, ты почему не… Ну, там, вот, отпал там все. Да у меня низкий болевой порог. Вот. А так вот Бог, ну, виноват. Он сотворил меня таким, с низким болевым порогом, заниженный. А может быть, все-таки мы поговорим о терпении. Может быть, поговорим о долготерпении. Поговорим о способности переносить страдания ради Христа, а не из-за болевого порога. Вот. И поэтому в этих областях, когда мы сражаемся, я хочу почему? Вдохновить нас просто. Вот не говори какие-то глубины сейчас. Хотя это очень глубокая тема. Это вообще тема юродивая. Она непопулярная. Это она не даст тебе тысячи подписчиков. Эта тема непопулярная. Потому что все люди хотят быстрого успеха. Школа терпения – это один из самых сложных и неприятных предметов. Потому что терпеть надо боль. Ну, кто из вас хочет терпеть боль? Например, кому нравится… Кто бы сейчас хотел терпеть боль? Может быть, кто-то из вас и терпит сейчас. Но это хорошо, что мы проходим через нее. И многие, ну, они сразу не несутся. Избавятся от боли в таблетке или в молитву или на конференцию исцеляющих евангелистов. Это нормально. Это нормально. Но другие продолжают служить. И вы знаете, душа болит гораздо больнее, чем тело. Может быть, вы знаете, когда душа болит. И кто-то из вас переживал, ну, в той или иной степени, когда болит душа. Я думаю, что, наверное, самая сильная боль души – это, наверное, когда ты переживаешь предательство от близкого человека. Но, наверное, больнее, наверное, нет. Но утраты, да, тоже. Это тоже сильная боль, когда утрата. Но предательство – это очень сильно. Когда, я не знаю, вам приходилось переживать или нет. У меня были некоторые случаи в жизни, когда моя душа умирала просто. Ты просто умираешь. У меня были такие моменты, когда ты просто вот умираешь. Так болит душа. Ты хочешь спать, но сон уходит от тебя. Он бежит от тебя. Ты хочешь проснуться, и ты не хочешь посыпаться, потому что ты не хочешь жить. Так болит душа. Душа болит гораздо больнее, чем тело. Иисус проходил через все эти страдания. Он знал, что такое предательство. Он знал, что такое физическая болезнь. И он продолжал быть спасителем. Он продолжал спасать этот мир. Вы понимаете? Он сказал однажды ученикам такие слова. Душа моя скорбит смертельно. Это спаситель так сказал. Душа моя скорбит смертельно. Крещением я должен креститься. И как я там люсь, доколе это исполнить. Ученики шли, как маленькие щеночки. Они просто чувствовали, что Иисус что-то говорит откуда-то из глубины бездны. Какой-то голос раздается из какой-то глубины невероятной величины. И они просто как маленькие, как я сравнил, маленькие щенята, знаете, они скулят. Чуть что сразу скулить. Они просто скулят. Вот проснулся и скулит. И мне кажется, что Иисус не мог, конечно, спрятаться в учеников. Он не мог утешиться в них. Он не мог с ними вообще болью поделиться, потому что их бы вообще разнесло. Он иногда говорил им, что сыну человеческому придется пострадать. И воскрепить на третий день. Но это было вот это Божье одиночество. Одиночество Христа, страдающего мужа, царя страданий, который нес один этот крест, даже не деревянный, а вообще крест. И он был мужем скорбей, и он весь был изранен. И когда он был весь изранен, вот в клочья, то есть его плоть, преданный, несправедливый, это бы жил царь, царь любви был сам. Не было ни одной причины, почему бы он мог заслужить эти все наказания. И он нес это, страдая, и все равно служил. И когда его в конце концов прибили к кресту, на гвоздями, прибили человеческого человека, прибили гвоздями к дереву, и он повис на кресте, он стал заботиться, вися на кресте. Вы представляете, какая это боль там, все эти нервные окончания. Ты повисаешь на двух гвоздях всем своим весом. Это невозможно даже представить себе, как это больно. На костях. И он начинает смотреть вокруг, находит глазами свою мать и ученика Иоанна, и говорит, сын, это мать твоя. Сквозь боль и слезы, ну и стоны, может быть, и ей говорит, жена, это сын твой. Он заботится, он передает наследие, чтобы у них было счастье. Вися на кресте. Разбойники ругаются, и переговариваются между собой, он начинает поворачивать голову, смотрит, что происходит, и ему говорит, ныне же будешь со мной в раю. А этому не отвечает. Он оставляет его на произвол Бога, он оставляет его Отцу. И Иисус заботится, он служит с креста, вы понимаете? Вот. Я к чему это говорю все? Что не важно, как ты страдаешь, важно, что ты делаешь в этих страданиях. И многие делают все, они готовы отдать любые деньги. Это я не осуждаю ни одного человека, который переносит боль, но нельзя человека судить, который болеет, или он страдает. Но каждый из нас ведет себя по-разному. Мы все разные, и мы не знаем себя. Только дух человеческий знает, что в человеке. И как мы себя ведем, когда мы болеем. Вы знаете, вот забросить людей на страдания, в темницу, Павел попал с силой, и они запили. Забили ноги в колоды. Это не просто так, знаете, в колоды ноги забить. Они сначала их избили, тяжко, потом заковали в цепи, забили ноги в колоды, и, конечно, колоды забить, это не так, что ты можешь ногой там покрутить, пошевелить. Это очень плотно. И они просто были закованы в этой позе, в этой ломоте, избитые, истекающей кровью, и они запели. Вот они могли единственное дать Богу эту песню. Представляете себе, вот стоны вот эти, да, и наконец-то они радуются, что варна вот тоже зашвырнули к Павлу в камеру. И он говорит, слава Господу, как ты там? Он говорит, да живой. Говорит, ну что, запоем, брат. И они запели. Может быть, на смотрящих, вы помните, как Вурман писал, как его избивали за то, что он пел, как его били каждый раз, вытаскивали и избивали до полусмерти, когда он молился. А он все равно молился. А молился не так, знаете, что вот про себя там, Господи, там потихоньку. Оставал на колени. И те смотрели, ах ты, снова молился, тащили его, и он снова на колени, избитый, израненный, и снова на коленях. Вот в этих страданиях все равно служить. Понимаете, вот я о чем говорю. И мы все разные. Вот если поместить нас всех в одно место, дать нам одну и ту же дозу страданий, мы все с вами поведем себя по-разному. Один встанет, будет служить другому, а другой будет роптать, что ему не служат. Я помню один случай, я тоже из практики, тоже братья, мне посчастливилось видеть некоторых людей, которые в гонения прошли, они уже старцы были какие-то. Мне рассказывали один случай, когда в одной деревне верующих людей они изолировали, и дали такой сухой паек, очень жесткий такой, в котором невозможно было выжить. И там было очень маленькое количество сахара. И люди божьи, они согласились давать детям сахар свой, потому что там были детки, и решили, ну сахар, детки, надо расти, давайте сахар свой будем отдавать. Мужчины и женщины решили детям отдавать свой сахар. И один брат молодой, он говорит, а я не женатый, не замужем, у меня нет детей, с какой стати я должен, ну там какой-то был молодой мужчина, почему я должен отдавать свой сахар, вы что, это неправильная вещь, я не соглашался, я не подвязался на эти вещи. И вы знаете, он упал при всех на глазах, и он был изъеден червями, мгновенно, то есть его черево рассыпалось, и полезли черви, как вот Ирод был изъеден червями. Вот, на глазах у всей общины. Вот как-то вот так происходит. Бог вот такие вещи делает, это сейчас трудно представить, но во времена давления, все ведут себя по-разному. Если бы с нами такое случилось, какие бы мы решения принимали бы с вами в отношении страданий? Один ползет и помогает брату. Он ползет, тащит свою поломанную ногу и начинает служить брату, перебинтовывать его там, или служить, приносить ему воду. А другой стонет и, может быть, преувеличивает свои страдания. Может быть, он мог бы и встать, и послужить, но он не хочет, и никто не проверит тебя, можешь ты ходить или нет. И здесь начинается настоящий человек твой. Не тот, который сидит сейчас здесь, в зале, а тот, который настоящий. Вот это есть вера. Здесь она проявляется, настоящая вера. Подумайте над этим, братья и сестры. И апостол Павел говорит такие слова. Мне еще не полезно хвалиться. Вообще хвалиться не полезно. Это очень опасное занятие хвалиться. Потому что, ну, это же, ну, как, ложь. Ты же, ну, здесь нет ни одного крутого, кто мог бы хвалиться. Вообще хвалиться, ну, это безумие. Вообще-то, это глупо очень хвалиться. Собой. Вот, поэтому, ну, глупцы хвалятся. Им кажется, что, вот, ну, если о них люди будут думать лучше, чем они есть, то, значит, ну, как это, я не знаю, что это такое. Ну, престиж. Ну, наверное, просто такая натура человеческая. Мы все, наверное, немножко рылься в пушку на эту тему. Нам всем хочется похвалиться. Вот, но нам надо бодриться. Кстати, Павел был уже человек-солдат. Он был человек, который бывал и воин. Он знал уже по опыту, как нужно ходить перед Господом. Он говорит, потому что мне еще надо прийти к видениям, я приду к видениям откровениям Господням. Потому что он понимал, что гордость мешает получать откровения. Это одна из самых таких банальных причин, почему мы не получаем откровения. Потому что нам нельзя их давать. Они нас погубят, они нас предают. Мы начнем хвалиться откровениями. Начнем хвалиться своей духовностью. И Павел вот эту банальную причину объясняет. И говорит, поэтому мне не полезно хвалиться. Я себя ставлю в позицию смиряться, потому что мне еще нужно, я еще не до конца понимаю тайну домостроительства. Я еще не до конца постиг эти вещи. Я прошу об этом Богу. Бог обещал мне дать еще откровение на эту тему. Поэтому я буду смиряться, потому что мне еще нужно прийти к видениям откровения Господня. Господь, наверное, сказал ему, что смиряйся, Павел. Тогда я тебе дам. И он говорит, мне не полезно, потому что я еще приду. Я верю, что нам еще надлежит прийти туда, куда Господь хочет нас привезти. Я хочу прийти туда, где я еще не был. Еще есть много мест на земле, где я не был. И дело не в земле. Еще есть много мест в духовном мире, много высот, где я не был. Я хочу туда прийти. Поэтому мне не полезно тоже хвалиться. Я стараюсь проповедовать слово. Слово чистое. И не важно, сейчас оно будет позитивное или нет. Я просто знаю, что это истина, то, что я сейчас говорю. И просто это не важно, насколько она популярна и так далее. Как она будет действовать. Я знаю, что это самые лучшие вещи. Это настоящая истина Божья. Это служить в страданиях. Не ждать, пока кончатся страдания, а подниматься и служить. Не ждать, пока скинуть их. Не ждать, пока кто-то тебя исцелит. А вставать с малого даже. Может быть, с головной болью, с чего-то с малого. Может быть, с аритмией сердца. Может быть, со страхом умереть. Может быть, с плохим настроением. Я не знаю. У каждого свой предел. Но служить. Но нету исцеляющего евангелиста под боком. Да, но не проходит. Таблетка не помогает. Но продолжается что-то непонятное со мной. Да буду я служить все равно. Я помню, брат один из немов. Он говорит, я больше не могу. Я помню, мы стоялись. Я думаю, что он позволит мне такое сказать. Он встал и говорит, у меня больше нет сил. Потому что у нас серьезные были такие, тяжелые такие удары. И просто он говорит, у меня нет сил больше. Я, наверное, уже не могу. Ну, какая-то новость еще пришла черная. Я просто видел его и говорю, слушай. И просто Бог мне открыл, как укрепить его. Я говорю, давай умрем с мечом в бою. Давай умрем, чтобы меч прилип к руке. Давай все, что с тобой погибнем, как воины. Будем сечься до смерти. И пусть мы стоя умрем с мечом в руках. И ударил его по животу. Я говорю, ну-ка, укрепись, укрепись, укрепись. И стал кричать, крепись, крепись, крепись. Три раза в духе ему кричал, в дух. И он встал, пробудился и сказал, ты укрепил меня. Да. Давай умрем, как воины. Вот так. Но это дорогого стоит. Я вам не прикол такой рассказываю. Такой, знаете, вот такой классный прикол. Это серьезные вещи. Это серьезные вещи. Это жизнь. Вот. Насколько от тебя хватит? Какой твой болевой порог? Какой твой порог терпения? Порог верности? Порог любви? Порог постоянства в любви? Порог быть до конца, до смерти верным? Обычно я подписываю, мне просят, подпиши Библию там, если, или что-то. Я обычно, может быть, не сильно это, конечно, ну, круто, там, не сильно я разносторонний в подписывании Библии. Но обычно я пишу один и тот же стих. Будь верен до смерти. И дам тебе венец жизни. Мне кажется, что это самое главное пожелание. Будь верен до смерти. Я тебя, брат, сестра, спрошу, до смерти ли ты будешь верен? Сегодня ты сидишь здесь в зале. Увидимся ли мы с тобой в небесах? Будешь ли ты верен до смерти? И как Христос сказал, до смерти крестной. Вот. Ну, для меня вот ничего больше важнее нет. Я не знаю, что сказать, что важнее. Для меня это самое главное. Когда ты сам страдалец и служишь тем, кому еще больнее, может быть. А может, меньше больно. Он даже не знает, что тебе больнее, чем ему. И тебе, может быть, гораздо больнее, а ты все равно ему служишь. Так делает Иисус. Всем нам не так больно, как ему было. Но он нам служил. И он за нас умер. Подумайте над этим, чтобы не изнемочь в вере вашей. И сказано, подумайте о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь душами вашими. Подумайте. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле или не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает. Восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай. И слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Ну, я, может быть, хотел бы об иступлении сказать. Но сейчас не буду я трогать эту тему. Может быть, в следующий раз. Но он не забывал прошлый опыт. Он говорил о прошлом опыте. 14 лет назад он был восхищен до третьего неба. И Павел Апостол говорит об этом опыте. Он держит этот опыт. Вчера мы говорили, что надо держать будущее перед собой. Что нужно держать это, не терять сияние. Но этот человек держал также прошлое. Именно в Господе прошлое. Откровение Иисуса Христа, которое он имел. И, ну, к сожалению, ну, я тоже встречал людей, которые в прошлом имели откровение сильнее, чем сейчас. То есть их начало было сильнее, чем конец. А на самом деле спасает не начало, спасает конец. Какая мне разница, какой ты был ревностный раньше, если ты сейчас плотской? Не рассказывай мне о своих подвигах раньше. Если сейчас ты живешь по плоти, ты, ну, вообще просто вот, ты встречаешь, и служитель порой сидит уже, ну, умирающий, весь бледный, просто как мертвец. И он там что-то раньше где-то был на миссии, там что-то там делал, там какие-то спасения. Ну, зачем ты это рассказываешь? Оно уже не имеет значения. Имеет значение, что сейчас ты сошел от дистанции. Ты не победитель. Конечно, Господь не забывает добрые дела, но ты не оправдаешься этим. Сегодня, ныне, говорит Господь, спасение. Ныне день спасения. Не тот, который был раньше, а ныне. Но этот опыт, который был у Павла, и он передает его, он помнит, потому что он смотрел в будущее. Ну, и дальше он говорит, таким человеком могу хвалиться. Собой же не похвалюсь, разве только немощами моими. Ну, здесь толкователи толкуют по-разному. Например, они толкуют, что Павел устанавливал такую культуру, говорить о себе в третьем лице. Чтобы научить нас не хвалиться. Но, честно говоря, я не нахожу этого убедительного подтверждения в этом месте. Потому что это такое двоякое. Я знаю, что Павел были времена, когда он легко делился откровениями. Вот здесь он как бы не может делиться почему-то. Он делился, что он видел Иисуса не один раз. Он делился, что он имел знания тайны домостроительства и так далее. Иисус Павел свободно говорил об откровениях своих. Ну, конечно, с мудростью. И здесь он говорит, что он не может собой хвалиться, а хвалиться человеком. Я могу подразумевать, я не буду спорить на эту тему. Это не в этом Библия. Они скажут, как же ты, брат, можешь пророческим человеком быть, если ты точно не можешь знать это Писание. Да потому что я знаю, что не в этом суть Евангелия. Не в букве. И апостол Павел говорил, что я не силен в букве, но я силен в познании. И если представить себе, что он хвалится другим человеком, нам тоже нужно понять, что не собой надо хвалиться, а братьями. Есть люди, которые действительно достойны, чтобы можно было привести их в пример. И ты можешь сказать, у меня есть такие люди в жизни, которых я лично знал, я могу ими похвалиться. Собой же буду стараться не хвалиться, как Павел апостол. Иногда надо рассказать свидетельство, если это правда, если ты не преувеличиваешь его. И если ты говоришь в правильном месте, или говоришь в правильном духе, это не возбраняется. Но Павел бодрствовал, чтобы люди не подумали о нем больше, чем он есть на самом деле. Человек необрезанный, христианин даже, он старается всегда преувеличить, чтобы о нем люди побольше подумали. Он знает, кто он такой, но как приятно, правда, когда о тебе думают, что ты духовный. Как это приятно, когда люди вообще восхищаются тобой. Какой ты духовный, смиренный, помазанный. Как кто-то пошутил, надо футболку такому подарить, я самый смиренный. Чтобы все знали, что ты смиренный. И вот я действительно, ну, люблю хвалиться иногда братьями, сестрами, потому что они меня восхищают. И ты смотришь иногда, и кто меня знает немножко, они знают, что я иногда восхищаюсь братьями и сестрами нашими. И люблю их ставить в пример в какой-то области и так далее. Это интересно, потому что, ну, постоянно якоть, это очень опасно. Я и то знаю, я и все знаю, и то у меня было, и этот опыт у меня был. Вот. Поэтому, ну, рекомендую, как апостол Павел говорил, что я буду хвалиться другими человеком, а не собой. Впрочем, если я захочу хвалиться, я не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит. То есть удерживался, чтобы кто не преувеличил мнение о тебе. Потому что нам надо умоляться, а ему возрастать. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, по этой причине, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны утручает меня, чтобы я не превозносился. И был какой-то ангел сатаны, ангел. Павел не знал, он знал. Ну, если представить это, что это была болезнь, например. Некоторые служители исцеления нашли это столько далеко, что они опровергают, что это было что-то негативное с ним. Настолько заходят, выставляют, я вам даже повторить это не могу. Это настолько хитро сплетенные басни, что у меня даже памяти не хватает вам это повторить. Потому что здесь прямо, говорит Павел, что это был ангел сатаны, который его удручал. Это же не аллегория. И что это было жало. Это значит больно. Вплоть. И это был от сатаны ангел, которого Бог допустил к нему. Чтобы Павел не хвалился собой, не превозносился чрезвычайностью откровений. Чтобы его смирить. Например, идет человек, он духовный, и люди хотят исцеления от него. А он сам хромает. Или кашляет. Заболел. У него сердце больное. Он таблетки принимает. Для разжижения крови. Я знал очень духовных людей, очень мощных, которые принимали медикаменты. И Павел Апостол говорит Тимофею, что пей немножко вина для желудка твоего. Чего ж ты не исцелишь его, апостол? Исцели его, ты же мертвый даже восклисал. Чего ты Тимофея не исцелишь? Возложи на руку и исцели. Наверное, нет. Наверное, как-то по-другому. Почему Лука, врач, с тобой двигался? Почему ты, говорит, сказал, Лука, бросай свои дела эти медицинские? Это не верие все. Бросай эту сатанинскую медицину свою. И надо двигаться в исцелении. Нет, Лука ездил, врачевал людей, рассказывал, что если так будешь жить, совсем язва тебя съест. Переставай вести себе такой образ жизни. Потому что Бог открыл однажды, что молиться об исцелении некоторым людям... Почему болезнь возвращается? Потому что его болезнь была результатом его неправильного образа жизни. Например, даже в том же питании. Например, объедался жареного перед сном. Я не знаю, просто запорол все свое здоровье. Приходит, наверное, на конференцию исцеления, Господь его исцеляет, а он продолжает так же жить. Так что Господу постоянно теперь его исцелять. Может быть, ему надо что-то сделать. Он говорит, иди и впредь не греши, чтобы не случилось с тобой чего хуже. То есть есть вещи, когда нам нужно принять решение. Немножко дальше пойти, чем просто съездить на конференцию исцеления. И апостол Павел... К чему я это все рассказываю? Я не ради этого местописания, что все толковать вам. Но есть тайна наших слабостей. Есть тайна причин смиряющих сил, которые нам допущены. Есть тайна ряда причин, почему мы падаем. И среди этого списка причин, почему мы падаем и смиряемся, есть Божья причина. Божьи причины. Среди этого списка причин, почему мы падаем и почему мы имеем страдания, там есть так же подпись Бог. 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 Даже если это были руки дьявола, то в конечном итоге, в контексте, подписано Бог. Дьявол говорит, я ему дал такое-то. А в конце... И там главврач, Бог. Вы со мной, нет? Аминь. И апостол Павел вот это получил. И есть примеры. Он говорит, это болезнь к славе Божьей. Помните такие слова, сказал Христос. Потому что он допустил это к славе Божьей. И Давид даже говорит в псалмах, благо мне, что я пострадал, ибо ныне повеление Твоих храню. Страдающий плотью перестает грешить. Вот как вам с этой стороны? Когда что-то прихватило, ты, о Господи, и начинается молитва наконец-то в твоей жизни. Начинается в твоей жизни наконец-то взывание настоящее. Ну, то есть реально ты начинаешь молиться горячо. Начинаешь бросать какие-то злые привычки, потому что уже не до них. Потому что приспичило. И начинается как бы восстановление твоего внутреннего человека. Восстановление спасения. Ты даже позовёшь священника, чтобы исповедоваться. Потому что ты боишься, что это может быть неизлечимая болезнь какая-то. Страшная, она может быть смертельная. И начинается восстановление человека, как спасённого человека. Потому что, когда мы не боимся Бога, мы можем допустить себе в очень много вещей, которые уже обложили нас. И поэтому давайте немножко откроем глаза И я хочу, моя молитва сегодня о нас всех Это чтобы Господь нам показал причины наших страданий Чтобы Он показал нам автора В тех или иных областях Откуда это? Потому что есть такое учение Ну это очень дешевое учение Я просто вообще в шоке Как надо быть насколько легкомысленным и легковерным Чтобы верить, что все страдания от дьявола Это насколько надо быть слепым человеком Чтобы поставить, что Бог Дед Мороз Вот он приходит, добрый дедушка, только подарки дарит Даже нормальный дед, он не только подарки дарит Если он нормальный дед Он внука все равно воспитывает Он ему не все позволяет А тут как не живи, все равно Бог тебя хочет благословить Вы что, с ума сошли? Не может так быть Поэтому сегодня, ну это все Господь хочет выправить Чтобы мы поняли И суть в чем? Про этого раненого солдата я вам рассказываю Мы не всегда можем разобраться в причинах А может быть иногда и не надо копаться так глубоко Мы иногда со своим почему достаем все небеса И соседей, и пасторов, и всех Почему, 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 почему Это со мной случилось Я однажды помню, как со мной тоже случилось Почему вот это На мою церковь, я был где-то в поездке Церковь собрала, тогда еще была Ну, Россия другая И было, ну, трудно там Бедные люди были и так далее И церковь очень молилась за автобус Они купили автобус какой-то новый, ну, хороший И я приехал, я даже не знал, что они по ползарплаты отдают Они решили сами без меня Я вообще даже не знал Как пастор я не знал Это, ну, наши братья решили И что народ отдавал по ползаработной платы Плюс десятины Чтобы накопить на автобус Это было, ну, представьте Кто такое будет делать сейчас Это было, ну, как бы Ну, было такое посвящение народу И это такое вот Было состояние на церкви Люди так любили Любящие люди так делали Они купили автобус И потом мы ехали И я был за рулем И просто случилась авария И автобус разбился Братья немножечко там тоже пострадали Но не смертельно И мне так было стыдно Мне было плохо Я просто, ну, мне так было стыдно Потому что народ так копило Я его просто уделал, убил У меня нехорошо было Потому что он реально просто Уже не подлежал восстановлению Вот мы улетели куда-то в лес Там в дерево и все такое У меня очки в лес улетели Я выбил локтями лобовое стекло И в общем, вот так И как раз нужна была конференция Я должен был ехать в Москву Я сказал, я не поеду Братья сказал, если ты сейчас не поедешь Мы точно проиграли Езжай Я поехал на конференцию Там была конференция служителей Там узники были на этой конференции Много епископов, пастыря И это была славная конференция Я ничего не слышал на этой конференции Два дня я сидел с одним только Почему? За что, Господи? Я копался себе Ну, как бы сейчас, может быть Некоторым бы, может быть, действительно Не в чем копаться В смысле Даже вопросы не задавать Сразу ты можешь знать Я не знал Ну, старался жить свято И не понимал, почему так И Вот ночевался однажды с узником И узник мне рассказал Я уже рассказывал эту историю Я просто ее закруглю Он мне рассказал, что он сидел Около 30 лет в узах Жена его сошла с ума Потом, когда он вышел Именно от стресса Когда его посадили Первый раз На 10 лет Он там получил туберкулез У него был там инсульт И У него были страшные вещи И когда он вышел Дочь убрали И спрятали в атеистический садик Она Ее промывали ей мозги Что Бога нет А он сидел в это время в тюрьме А жена Взяла какая-то баптистская семья Она сошла с ума В очень тяжелой степени была Она только говорила одни слова Верните мне Костю Верните мне Костю Верните мне Костю Вот так вот Когда он вернулся Он смотрел Она ковыряла пальцем стену И говорит Верните мне Костю Он говорит Я Костя Она посмотрела на него И говорит Верните мне Костю То есть она его не узнала И вот в этом состоянии Он находился И потом она исцелилась Я уже рассказывал Однажды когда молились И она прислала в себя Однажды ночью И он привел ее в церковь Все это была радость В общей сложности Она сидела где-то 25 или 30 лет И мы сидели всю ночь Он со слезами Мне рассказывал эту историю Служил мне А у меня было в голове Только вот этот автобус Я должен был владел Столько вернуться И дело не в автобусе В деньгах Мне просто перед народом Как-то было неудобно Вот И И у меня она рассказала эту историю Я посмотрел Что моя история Это вот Муравей По сравнению со слоном Мои страдания Которые были там Они просто Микроскопические По сравнению с его Вопросами Представьте И он сидит за Христа Он пресс-фитер Аж она сходит с ума В это время Ему передают информацию Что она в дурдоме Ну как Не в дурдоме А что она сошла с ума Вы слышите, братья? Вы послушайте Я вам что рассказываю Вы представьте Себя на его место Поставьте Отреклись бы Сразу бы от веры А он получает Вот эти вещи Его бьет удар Ему 10 лет сидеть За Христа А приходят следы Отрекись просто И все Подпиши бумагу Ну не надо Чтобы церковь росла Верь в свое Бога Просто Чтобы церковь не росла Будешь сотрудничать с нами Ну подпиши И выходи Вот сейчас прямо Нет Верующий в Иисуса Христа Нет Вот И Ну Вот это почему Как бы Меня Оно ушло Я его спросил Брат Костя Скажи мне Вот Почему Бог с тобой Такое сделал Он сказал Я не знаю Я понял Что я не там ищу Я ищу И почему Это моя гордыня Необрезанная Я ищу Виноватым В другом Каком-то Может быть Я ищу Вину в Боге Вне себя Я ищу Я ищу Какие-то причины Вы понимаете Я понял Что я ищу Вообще Не там И не того Что вот этот человек Который 30 лет Отсидел В жизни Своей за Христа Который Такие страдания Претерпел Он даже Не спрашивает Почему Он в другом Он говорит Я люблю Бога И я доверяю Ему Что он Есть любовь Если он Так сделал Значит ему Виднее А я просто Принимаю От него Потому что Он есть Моя любовь И меня это Разломило Потому что Я понял Я такой Мелелепут По сравнению С этим гигантом Который Продолжает Служить Пострадав Вот В таком Формате В космическом И он Продолжает Служить Хотя Внутренние Противоречия В нем Не разрешены А он Он просто Их Отдал Богу И не Занимается Болезнями Своими Господи Пусть Бог Даст нам Эту силу Верности И упование Возложить Все на Него И Трижды Молил я Господа О том Чтобы удалил Его от Меня Но Господь Сказал Довольна Для тебя Благодати Моей Ибо Сила Моя Свершается В немощи Вот Это Сила Мольба Апостола Была Чтобы Удалил Ангела Сатаны Господь Сказал Сила Моя Свершается В немощи Как Это Практиковать Вообще Как Вы Понимаете Это Местописание Как Чтобы Сила Свершалась Надо Я Гораздо Охотнее Буду Хвалиться Своими Немощами Чтобы Обитала Во мне Сила Христова Вот Я Уже Рассказывал Но Я Коротко Скажу Этот Пример Который Мне Понравился Эта Девушка Я Слышал О Ее Свидетельство Она Выступала С тем Что Она С детства Получила Очень Сильная Болезнь Такую Психическую Она Видела Пауков В Видениях То Она Она Очень Сильно Боялась Огромных Пауков И Довела Себя До Того Что Для Ребенка Это Стресс Что Она Получила Диагноз Медикаменты Диагноз И Ей Поставили Шизофрению Это Тяжеленная Болезнь Вы Знаете Во многих Случаах Она Неизлечима То Есть Рецидивы Все Рето Потом Это Перешло На Более Серьезный Уровень Интеллект Рос Одного Клоуна Это Вообще Уровень Ужаса Фильма Ужаса Психиатрия Называется Болезнь Боязнь Клоунов Болезнь Пауков Называется Я Не Специалист В этой области И Она Боролась С этим Она Принимала Медикаменты И так И сяк Но Он Просто Не отступал От нее Какой-то Демон К ней Привязался Сильно И Он ее Преследовал Периодически Появлялся И Очень Страшно Пугал До Полусмерти Вот И Она Решила Победить Поскольку Не помогали Медикаменты И врачи Не могли Справиться С этим Она Решила Сама Справиться Она Решила Победить Его И Затаила Одну Акцию Как Она Будет Его Побеждать И Она Прорвалась Закончила Высшее Учебное Заведение Получила Диплом Стала Специалистом Помощи Людям Больным Шизофренией Получила Доступ К таким же Людям Стала Им Помогать И так Далее Когда Она Разговаривала Я смотрел Это видео Там сидел Полный зал Людей Сотни Людей Сидели И Она Говорит И самое Интересное Дорогие Друзья Что Этот Клон Прямо Здесь Сейчас Среди Вас Но Вы Никогда Не догадаетесь Что Я Его Вижу Я Научилась Игнорировать Его Хотя Я Его Вижу Меня Сильно Коснулась Это Свидетельство Это Очень Круто Она Очень Сильная Женщина Другие Методы Не судите Как христиане Где был Пастор Который Не изгнал Прекращайте Завязывайтесь С этими Делами Просто Ничего Не помогало И Она Победила Вот этим Игнором Просто Она Прекрасная Женщина Но Она Видит Его Но Она Смогла В себе Найти Силу Вот Жить Дальше Как Нормальный Человек Это Невероятно Круто Для Меня Это Просто И Это Хороший Пример Того Как Мы Можем Жить Состраданиями С нашими Не Носиться Чтобы Их Скинуть А Научиться Жить С ними И Проходить Через Эту Боль Научиться И Как Павел Апостол Молился Чтобы Господь Избавил Потому Что Наверное Жало Это Было Серьезное Представьте Как Сатана Мстил Апостолу Как Он Был Допущен Если Сравнить С ножом Он По Самую Рукоять Загонял Этот Нож Это Жало Вплоть Павла Потому Что Сатана Ненавидел Павла Ему Было Допущено Касаться Апостола Представляете Себе Вы Думаете Вы Неприкосновенный Апостол Павел Был Прикосновенный Для Сатаны И Павел Получал Эти удары От него В определенные Периоды Времени Своей Жизни Наверное Даже Я не знаю Предвидел Он Или нет Он Научился С этим Жить Понимаете И Продолжал Быть Апостолом Продолжал Служить Людям Страдающим Меньше Чем Он Продолжал 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 Служить Имея Жало В плоти Вот Чему Мы Должны Научиться А Не Носиться Бегать Кинуть Боль Носиться В поисках Обезболивающего Я имею ввиду Не только Медикаменты Я имею ввиду Все подряд И друзей И разные Технологии И конференции Исцеляющих Евангелистов Да все подряд Понимаете И потому Говорит Павел Он взял позицию И вот эта позиция Которую сегодня Я хочу провозгласить Для наших церквей Здесь тоже Я гораздо Охотнее Буду хвалиться Немощами Своими Чтобы обитала Во мне Сила Христова Вот так То есть Другими словами Он хвастался Смотрите У меня было Цирос А теперь Я исцелился Возвали Богу славу Не Он говорил Смотрите У меня Цирос А я стою перед вами И служу с ним Вот что это значит Понимаете Вот это значит И он Смотрите Как говорила Это Джонни Когда я видел ее В Амстердаме Когда у нас была конференция Там И было очень много людей Там По-моему Ну очень Тысячи людей Были 12 тысяч И она выехала На сцену На своей инвалидной коляске Она Девочка Лет Ну подростком была Она ныряла И головой ударилась Об дно И сломала позвоночник Она пыталась Покончить Известным убийством Какие-то несчастные Любовь Все И стала художницей Она стала Карнашом рисовать Во рту В рот брала карандаш И рисовала картины Потом стала подниматься Верла в Христа И стала благовествовать И когда она приехала В этот Афтардам Люди стали приставать К ней Которые Ну просто Может быть Нездравые Или же молодые христиане Говорят Давай Чего ты там сидишь Давай я тебя сейчас подниму Во имя Иисуса Встань И стали Ну представьте Как вот человек Уже который годами верит Она освященная душа И вот подбегают Там люди И такие Великие евангелисты Исцеляющие Она говорит Ну она Это Я слышал от нее Она проповедовала На большой сцене Она говорит Ну как я могу Братья и сестры Отказать в молитве Ну конечно Помолитесь И они молятся 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 Встань И так И сяк Ну представьте Какое издевательство Ее вообще Это телохранитель нужен Чтобы таких христиан Ее охранять А она просто Вот терпела Она говорит Но Господь Меня не исцеляет Я говорит Знаю почему Потому что я служу Таким же людям Как я Приезжаю в Иванлидные дома Заезжаю К таким же людям В колясках Они крайне несчастны А я сияю И говорю Смотрите Я такая же Как вы Больная И страдающая Но я счастливая И говорит Если бы я зашла К ним Там как апостол Петр Сказал Смотрите Неверные Неверующие Меня Бог Исцелил Смотрите Давайте Вставайте Если бы никто Не встал Она ушла В какой бы печали Она их оставила Она бы оставила С комплексом Неполноценности Оставила бы С разочарованием Она уезжает На коляске Как они И поет песни Вот Говорит Почему Господь Меня не исцеляет Я знаю Что какие-нибудь Господа харизматы Могут со мной поспорить Спорьте Сколько хотите Я читаю Это у Павла Он служил В страданиях Если Избегайте Избавьтесь О страдания Если у вас получится Но если не получается Если у тебя Травма продолжает быть На личном фронте Или в здоровье Или же В бизнесе В работе В любых областях Не бросай служение Некоторые скажут Он Он перегорит Надо восстановиться Слушайте Но я и говорю Сегодня не про грех Я не про грех говорю Я говорю про страдания И даже Может быть Ты не знаешь Природу этих страданий Корневища Откуда он уберет начало Это не так важно Важно то Что ты сейчас делаешь Поэтому Пусть Бог благословит нас Дорогие братья и сестры Поэтому я благодушиваю В немощах Когда тебе Нету сил Немощ А ты идешь В обидах Когда тебя не принимают И не любят А ты Любишь И идешь В нуждах Когда Тебя нечего Дать Но ты даешь В гонениях В гонениях Когда тебе Не до других людей Тебя бы самому Свою шкуру спасти А ты другим Даешь спасение Притеснение за Христа Ибо когда я немощен Тогда силен Да будут благословены Наши жалы в плоти Я сегодня благословляю Ваши жала Я сегодня благословляю Ваши души Если вы сегодня Это очень ободрительное слово Если у вас не получается Сегодня скинуть Это все с себя Встаньте И служите Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому